добрый день у нас продолжение цикла уроков по тайнам еврейского имени сейчас у нас урок о теме и урок посвященный вопросу кто же собственно говоря дает имя ребенку мать или отец или они как-то вместе естественно есть обычаи где а это обычай например сфрадим где согласно этим обычаям в имя выбирает отец но обычаяш кинозим такого что наоборот имя ребенка выбирает мать заслуга того что она терпела больше мук при беременности и при рождении ребенка поэтому должно быть у нее право давать имя ребенку больше чем право которое есть у отца и о подтверждение этому мы видим в торе например когда мы видим описание истории якова и двух его жен леи и рахеле то видим мы что всех детей называли прежде всего матери и как они их называли так и имя за ребенком оставалось единственное исключение это беньямин мы знаем что беньямин он родился во время тяжелых родов рахели и в этот же день рахель умерла и а перед смертью она успела дать ему имя бен у нее сын моей скорби да из-за того что эти сын тяжелых родов вот на этом она этим именем она показывала как было ей тяжело как протекала тяжело беременность и как было тяжело как тяжело протекали роды но яков назвал сына не бен у нее а беньямин сын правой стороны так скажем сын правой стороны и говорит раз мыши фонштейн это мудрец двадцатого столетия живший не так давно он говорил из этого не следует что отец может переименовать ребенка если ему не нравится имя матери это означает лишь вот что что на самом деле у беньями на было два его звали бену не и беньями но так как мать умерла и некому его было называть дальше таким именем то это имя за ним не закрепилась она забылась и называли его так как называл его отец но это не означает что имя одно отменилось именем другим и поэтому говорит раф мой шеф энштейн что право называть выбирать имя ребенку оно есть как у отца как им так и у матери но согласно обычаю ашкиназим это имя закреплено за матерью и мы видим что тор и это собственно говоря и показывает когда люди выбирают имя ребенку они должны ориентироваться вот на что сказано в мидраше что имя которое дал ребенку отец и мать оно имя вечное и она высекает сгравируется у престола славы всевышнего и его изменить нельзя таким образом это утверждение накладывает ограничение на носители имени на какие ограничения что если человек хочет изменить свое имя то он должен это сделать максимально безболезненным способом об изменении не будет отдельный урок обязательно посмотрите так вот когда человек назван именем отца и матери отец и мать назвали это имя это имя фиксируется и она не изменяется и таким образом это имя записывается перед престолом славы всевышнего естественно на самом деле человек может поменять это им свое имя и мы увидим это из истории еврейского народа когда свое имя один из судей от неель банки нас он поменял мы его знаем как вот неель банки нас но до этого мы его знали например до этого мать его назвала совершенно другим именем она его назвала подобные имени бенуни она его также называла именем в котором указывалось как было тяжело ей во время беременности и там было вот как раз таки скорпи тяжесть в корневые и он поменял свое имя и тем самым он поменял свою судьбу теперь поговорим вот о чем а времени наречения имени и так время наречения имени и это у мальчика это брит мила это 8 день от рождения ибо если или есть медицинские показания то он отодвигается на какой-то срок но если срок отодвигается больше чем на 30 дней от рождения то рекомендуется дать его имя на 30 день рождения без брит мила у девочки соответственно тоже никакой брит милой нет и тогда ей также нужно дать имя на 30 день рождения каким образом обычно это делают так отца ребенка вызывают к торе и он говорит благословение читают тору и после того как для него прочитан отрывок туры читают молитву как раз таки наречения не либо его сыну если у него есть медицинские показания для того чтобы отложить брит мила либо наречение имени девочки его дочери и существует такой каббалистический обычай до в среде учеников а резали что имя дочери как раз таки выбирал именно отец а не мать но преимущество на самом деле как можем выяснили у матери когда значит важно знать вот еще что что время когда нарекают имя ребенку после бит закончилась брит мила и после этого начинают читать молитву в которой определяется вот собственно говоря имя ребенка это имя это время когда всевышний благоволит так называемый это рацион это время благоволения когда окна всевышнего открываются почему как правило ребенок после брит мила он кричит и вот этот крик он пробивает себе путь наверх и он также пробивает путь наверх для наших просьб молитв и поэтому принято обычно на процедуре брит мила раздают специальные такие брошюрки или листовочки с этой молитвы какой-то которая составлена но в принципе можно и своими словами помолиться и попросить всевышнего потому что момент наречения имени он выпадает на этот рацион этот рацион это время благоволения вот что еще хотя сказать следующий урок у нас будет посвящен теме влияние имени на судьбу мы разберем как значение не влияет на судьбу как поменять судьбу при помощи имени а также позитивные и негативные значения имен спасибо большое и хочу вас видеть на следующем уроке до свидания итак перейдем к домашнему заданию в конце урока я как вы уже знаете даю задание для того чтобы закрепить эту тему либо выявить какие-то невыясненные вопросы в задании по данной теме ответить на вопрос кто в вашей семье выбирает имя ребенку отец или мать супруг или супруга при каких ситуациях принималось решение наречения имени менялась ли это решение когда в самый последний момент либо обдуманно и при каких обстоятельствах это происходило надеюсь вот эти вопросы они прояснят для вас какую-то грань которую мы изучили на этом уроке